Здравствуйте! В эфире Морозова. Сегодняшний мой гость – художественный руководитель студии детского кино «Кинокио» Марат Сарсенбаев. Марат, здравствуйте! Очень рада вас видеть. И у меня сразу такой вопрос. Вот те короткометражки, которые вы выпускаете для детей, они навеяны, наверное, бывшим «Яралашем», да? Да, но не скажу, что бывшим, потому что «Яралаш» он есть, будет всегда. И когда я встретился лет 15 назад с Борисом Юрьевичем Грачевским, первое, что мне пришло на ум, а как вы смотрите на то, я задал ему такой вопрос, на то, что если мы здесь создадим нечто подобное? Ну, я из приличия того, что если мы молча бы это открыли, вот здесь этот проект, он бы, наверное, с претензией к нам это отнесся бы. Зачем, мол, и так далее. Нет, как раз так он с радостью отнесся, говорит. Мне, наоборот, интересно, говорит, когда подобного рода проекты, напоминающиеся стилистически наш, будут везде открываться. Есть в Екатеринбурге, еще где-то есть. И я всячески буду способствовать даже развитию этого проекта, похожего на наш, он сказал. У меня даже интервью с ним, пожелания его есть нам. И некоторые проекты, я даже, сценарий я у вас буду даже покупать, он сказал, если они мне приглянутся. Вот. Но выходите на бюджет. Вот это его напутствие было на тот момент. И мы смело, окрыленные, одухотворенные, начали работать в это направление уже шестой год. Вот за шесть лет сколько было вот таких фильмов, мини-фильмов снято? Считали? Если в среднем брать по четыре, по пять минут, то, исходя из темпа ритма нашей работы на тот момент, сейчас мы чуть-чуть поубавили, где-то свыше четырех суда, наверное, фильма вышло. В эфире. Все они вышли в эфир. Вот. То есть, если говорить о том, что мы тогда начинали специально создавать это кино для эфира, то есть, снимали, набирали детей, то спрос появился большой, и дети начали, ну, скажем так, от первого по одиннадцатый класс проявлять интерес и приходить к нам. Значит, их надо было как-то организовывать, ставить какую-то очередь, что ли, не отбор, а набор у нас получается уже. Так. Соответственно, мы ввели мастер-класс, чтобы их как-то репетировать, готовить их, как-то вводить в тему. И, само собой, произошла такая-то схема работы мастер-класс, в котором ребята готовятся в этом направлении. То есть, всячески мы их стараемся. Какие-то навыки получают. Конечно. То есть, в направлении, так сказать, того, что они могут встретить на съемочной площадке. То есть, эта экстремальная ситуация создается нами полностью. И кино уже, ой, съемки, они уже как практика, как приложение к тем навыкам теоретическим, которые они у нас обретают ранее. Вот такая схема. Вот создать фильм даже 5 минут, даже 4 минуты, это достаточно сложно. То есть, нужен сценарий, нужен режиссер, нужна натура. Вот где это все берется? Актеры, понятно. Актеры – это у нас дети в основном. Хотя вот я вижу и вы, и вы там же. Вы прекрасно знаете телекиноиндустрию, и вы задаете этот вопрос для того, чтобы для широкого, так сказать, зрителя было понятно, что это не столько трудно, но нелегко. Правильно, я вас понимаю? Конечно, сценарий, умение мысли изложить на бумаге – это, конечно, и есть сценарий, и сценарий пишется в форме диалога. Потом плавно переходит на второй этап режиссуры, где обязательно съемки задействованы, съемочный период, и монтажно-сценировочный. На всех этих этапах задействованы у нас дети, в том-то и дело. То есть, дети, они от начала создания фирмы до конца участвуют? Для детей и при участии самих детей. Да, да. Вот у нас такая специфика. Ну, конечно, мы отслеживаем взрослые мастера с театра, с кино, с телевидения приходят, они отсматривают, ведут эту работу. И фактически у нас вот так вот и получается, как я ранее сказал, мастер-класс с теоретическими, так сказать, работой, с теоретическими навыками для детей. И потом переходим на практику и выход в эфир. Вот такие три этапа. Потом, после того, как ребенок вышел, скажем так, в эфир, стал достоянием, так сказать, местного кино, мы его рекомендуем на другие проекты. Проекты в кино, телевидение, ток-шоу-программы, ну и в рекламу, где он, естественно, зарабатывает. Ну вот за шесть лет, наверное, уже кто-то определился даже с профессией из ваших постоянных... Верно, 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 вы опережаете даже. Ой, да вы что? Я хотел об этом как-то так более значимо сказать. Многие, значит, поступают в Жургеново, в Астанинский университет искусств, в Шаббат. Многие, значит, идут на какие-то дальнейшие курсы специфичные. Многие уходят на большие проекты, на сериалы, в кино от нас. Ну, обычно кастинг-директора к нам звонят и говорят, у вас есть такие-то дети, мы им предоставляем возможность выбирать выбора права за ними. Потом они, значит, их снимают в кино, в сериалах и везде пишут, что благодарим такую-то студию. Некоторые дети, родители, вернее, некоторых детей, заранее, когда приводят, нас предупрежают, он не будет актером. Раскройте его, чтобы он не стеснялся, оторвался от компьютера, не спал на уроках, увидел, что мир не только виртуальный, чтобы обрел друзей. И когда проходит определенное время, к сожалению, обидно, конечно, человек просыпается, начинает писать сценарий, как актер, естественно, снимается, тянется к технике, как это снимается, как монтируется, родители его забирают. Говорят, все, спасибо. То есть родители определяют, не будет он актером. Спасибо, все, на этой стадии, как говорится, нас устраивает то, что он из себя представляет. Мы его забираем и уводят его в другую какую-то, скажем, специализированную школу. Ну вот и такие случаи характерны. То есть воспитательная функция у нас тоже, как говорится, есть.